Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги! Мы с вами снова на канале Психфар ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «Зову живых, оплаки у мёртвых, разбивая молнии», мы продолжаем рассказывать о самых животрепещущих проблемах, которые связаны с мозгом человека, его психикой, психическими расстройствами, вообще психическими явлениями. Сегодня мы будем рассказывать о наиболее типичных ошибках при лечении психоза. На самом деле мы сегодня рассмотрим только одну ошибку. Этих ошибок бывает очень много, мы их обязательно будем разбирать. Как видите, в этом году мы всё больше внимания будем уделять использованию нейролептиков и антипсихотиков, а не антидепрессантов, как это мы делали в прошлом году. Ну, конечно, мы тему антидепрессантов не бросим. Итак, на самом деле, казалось бы, лечение психоза – вещь очень простая. Пожалуйста, посмотрите нашу предыдущую лекцию на этот счёт. Вот, там всё ясно довольно сказано, действительно, всё очень-очень просто. Итак, психоз, особенно при шизофрении, дофаминовые пути головного мозга, четыре дофаминовых пути головного мозга. Жёлтенький цвет означает, что они регулируются, они регулируются как самостоятельно, так и со стороны других нейрональных систем. Множество функций, которые связаны с дофамином, это и регуляция уровня гормонов, и двигательная регуляция восприятия эмоций, поведения и мышления. Ну, при шизофрении страдает, к счастью, всего два пути. Это связанная мезолимбическая система, это, конечно, префронтальная кора, которая связывает ядр дофаминовых нейронов, которые находятся в стволе с префронтальной корой, с мезолимбической системой. Так вот, в мезолимбической системе наблюдается высокая активность дофаминовых нейронов, отсюда бред и галлюцинации, в префронтальной коре низкая активность, апатия и асоциальность, это так называемый негативный симптом. И, в общем-то, действительно, шизофрении очень легко изобразить в виде вот такого двуглавого. Это вам не тревога, да, это даже не депрессия, это всего лишь двуглавый дракон. Дофаминовые нейроны в одном месте низкая активность, в другом высокая активность, разные симптомы. Мы говорили о том, что основная задача лечения шизофрении, это, конечно, в первую очередь, купировать бред и галлюцинации, симптомы психоза, потому что именно в этом состоянии гибнет наибольшее количество нейронов, и все, на самом деле, очень просто. Потому что есть много препаратов, которые называются нейролептики-антипсихотики, и которые поступают так. Вот есть у человека бред и галлюцинации. Из-за чего возникли? Активность дофаминовых нейронов очень-очень высока. Что происходит дальше, мы вам рассказывали, пожалуйста, посмотрите. Просто отключает, высокая активность дофаминовых нейронов отключает гамкоррогический фильтр, и у нас с вами в голову идут множество всяких импульсов, там возникает путаница, бред и галлюцинации. Так вот, эта высокая активность, она обусловлена тем, что очень много дофамина в межсинаптической щели, он действует на рецепторы, постсинаптические до 2 рецептора дофамина, возбуждает следующий нейрон. Что делает нейролептик? Все очень просто. Прикрепляется к этому самому рецептору, и не дает на него действовать дофамин. И довольно быстро дофаминовая активность, она падает. То есть, что значит быстро? Быстро – это значит фактически часы, ну, сутки, двое суток. Если назначить дозу, если эта доза эффективна, и препарат эффективен при купировании психоза, то все достаточно быстро начинает улучшаться. Конечно, психоз не проходит так быстро. Это не значит, что психоз проходит за несколько суток, это достаточно длительная вещь, но улучшение клиническое при правильно подобранной дозе и правильном препарате наступает достаточно быстро, особенно если этот психоз острый. Беда, однако, состоит в том, что это не все симптомы, которые связаны с возникновением шизофрении, с возникновением психоза. Кроме вот этих симптомов беда и галлюцинации, часто очень возникает психомоторное возбуждение. Мы об этом тоже рассказываем. Что это такое? Неусидчивость, скачка идей, напряженная бодрствия, бессонница, отвлекаемость, повышенный темп речи, речь с напором, импульсивность, гневливость, агрессия, включая вербально. А вот эти расстройства, которые сопутствуют бреду и галлюцинации, не всегда, но очень часто, они возникают из-за излишнего возбуждения не только дофаминовых, но и норадреналиновых, гистаминовых и ацетилхолиновых нейронов, которые управляют нашими активирующими путями. То есть, проще говоря, мы чрезмерно активизированы в состоянии, активированы в состоянии психоза. Что, собственно говоря, нужно в этой ситуации делать? Когда этих самых нейромедиаторов, фактически то же самое, что и с дофаминовыми нейронами, этих нейромедиаторов норадреналина, гистамина, ацетилхолина стало очень много, они возбуждают соседние нейроны, и из-за этого вот и возникает вся эта свистопляска, связанная с возбуждением. Действовать надо совершенно тем же самым образом. То есть, хорошо бы, что препарат добирался до норадреналиновых гистаминовых, ацетилхолиновых нейронов, их бы блокировал, то есть, присоединялся к ним, и не давал возможности нейромедиаторам подействовать на эти самые нейроны. В чем же состоит беда, и почему возникают ошибки? Беда состоит в том, что у нас есть препараты, которые эффективно купируют бред и галлюцинации, но эти препараты плохо действуют, слабо, скажем, действуют на симптомы психомоторного возбуждения и импульсивности. Единственный препарат, который действует и на то, и на другое, обратите внимание, это препарат под названием алзапин. Видите, маленькая буковка D. То есть, у остальных препаратов снижение активности дофаминовых нейронов, оно достаточно низкое. Вы знаете, что маленькая буква D, мы стараемся изображать ситуацию, когда препарат слабо действует на дофаминовые нейроны. Только большая буковка D у аланзапина. Соответственно, у нас нет возможности купировать одним и тем же препаратом бред и галлюцинации и психомоторное возбуждение импульсивности. Ну, может быть, за исключением одного аланзапина. Да и аланзапин, надо сказать, имеет свои недостатки. В чем эти недостатки? Это не самый эффективный препарат для лечения бред и галлюцинации. Пожалуйста, посмотрите, кто хочет в этом убедиться, нашу предыдущую реликцию. То есть, именно в этой ситуации очень часто прибегают к комбинированному назначению двух антипсихотиков. Вот обратите внимание, это мое исследование Циркадио, нет, это, пожалуйста, не исследование Циркадио, это другое исследование, оно тоже опубликовано, мы обязательно ссылку на это исследование дадим при описании ролика. Так вот, там мы изучали, как в психиатринологическом диспансере в Москве и в Чебоксаре лечили пациентов. Сколько им нейролептиков давали? Обратите внимание, один нейролептик, монотерапия, это половина пациентов, но достаточно много пациентов, 39% получают комбинированную терапию, получают два нейролептика сразу. Почему два нейролептика сразу? То есть, один для купирования бреда и галлюцинаций, второй для купирования психомоторного возбуждения. Надо вам сказать, что это является довольно опасной и довольно распространенной ошибкой. О последствии этой ошибки мы будем говорить чуть позже. А сейчас я просто хочу привести пример, как это все происходит, купирование возбуждения происходит в клиниках, скажем, за рубежом. Обратите, пожалуйста, внимание, что вводится очень небольшая доза галлоперидола, например, внутримышечно, и это, конечно, сочетается обычно с транквилизаторами, с бензодиазепинами. Вы знаете, что бензодиазепины хорошо гасит активность самых различных нейронов, и обратите внимание, для купирования психомоторного возбуждения прибегают к сочетанному назначению нейролептика небольшой дозе, опять же 2,5 мг, с не такой уж большой дозой бензодиазепина, и колят это, обратите внимание, каждый час, то есть до того момента, пока пациент успокоится. Вы меня спросите, а почему у нас не используют вот такую же схему, то есть почему у нас не используют сочетание, ну, во всяком случае, редко используют сочетание инъекций нейролептиков с бензодиазепинами. Что, собственно говоря, у нас происходит? И надо вам сказать, что вот этот вопрос долгое время был для меня загадкой, ну, на всякого мудреца довольно простоты. Вот я помню один случай, он у нас на конференции, обычно на конференции слушать не очень интересно, сидишь и с кем-то разговариваешь, я разговаривал с современным ученым, молодым человеком, который проходил обучение и за рубежом в том числе, который знает практику использования антипсихотиков, как за рубежом, так и в нашей стране, и вот мы обсуждали, а, собственно говоря, почему у нас происходит следующим образом, то есть назначают сразу высокие дозы препаратов, нейролептиков, а то и два нейролептика назначают сразу. Ну, и, конечно, на ум нам пришла такая мыль, что все-таки наши люди, они чем-то отличаются от людей иностранных. Действительно, вот когда ты смотришь больных за рубежом, то видишь, что есть определенные различия, которые заключаются в том, что больной за рубежом, он более культурно себя ведет, он менее агрессивен, но это связано вообще с общей, скажем, характеристикой общей популяции, то есть, в принципе, люди вот за рубежом, ну, я в Англии больных смотрел, они гораздо менее агрессивны, то есть, они гораздо более комплоентны, ведут себя гораздо более спокойно, даже в состоянии психоза, но это только потому, что они не то, что генетически другие, просто у них условия жизни другие, им не нужно обычно бывает выпрыгивать из штанов. И мне на самом деле очень и очень стыдно, я вам честно скажу, я честно признаюсь, вот что мы вот тогда думали о том, что существуют определенные различия между людьми, которые живут там, и людьми, которые живут у нас. На самом деле, вот за исключением, конечно, вот этого уровня агрессии, несколько повышенного нашего населения, случайно мы сделали специальный плейлист, который называется «Агрессия», но это все социально обусловно, в принципе, ничем мы от них не отличаемся, я это утверждал, и утверждаю сейчас, мне очень стыдно, вот за тот разговор, когда я признал существование некоторых различий, нет никаких различий, а что же происходит на практике? А на практике происходит следующее. Вот представьте себе, что ты дежуришь в учреждении психиатрическом, к тебе поступает больной в психозе, вот, а ты хочешь спать, да, и ты должен каждые 60 минут к этому больному подходить, смотреть, что с ним происходит, то есть, купировалось ли у него психомоторное возбуждение, можно ли остановиться в наращивании дозы, или нельзя остановиться в наращивании дозы, надо еще раз докалывать, то есть, самому тебе спать на дежурстве будет совершенно невозможно, но даже дело не в этом, одно дело, когда у тебя один, ну, два больных, ну, три больных в остром психозе поступают, а если у тебя таких больных, десяток, потому что у нас, я знаю, существует большой недостаток в психиатрических врачах, даже в Москве, вы себе не представляете, даже в Москве есть очень много свободных ставок, поэтому люди к нам приезжают из других городов, соответственно, раз ставка не занята, особенно это острое отделение, то вся нагрузка падает обычно на одного врача, и ему, конечно, очень-очень сложно, и в этой ситуации, он, конечно, прибегает к очень простой вещи, он колет сразу два нейролептика, причем он колет сразу два нейролептика в большой дозе, потому что лучше человека успокоить, его как можно быстрее уложить в койку, чем подбирать и каждый раз к нему подходить, и это сокращает ему затраты времени, он может посвятить себя чему-нибудь другому. Другое дело, что все это приводит к кошмарному количеству побочных эффектов, ведь одно дело, когда вы вводите дозы постепенно, каждый час, и вы смотрите за состоянием больного, вы видите, он успокоился, значит, больше колоть не нужно. Почему это приводит к большому количеству побочных эффектов? Если вы пациенту в инъекции вводите сразу заведомо высокую дозу, ну, скажем, у нас никто 2,5 миллиграмма галлоперидола не дозначает, а как минимум у нас больные обычно получают в среднем 10 миллиграммов галлоперидола, это даже в психоневрологическом диспансере, который, в общем-то, наблюдаются пациенты достаточно спокойные, у которых нет острого психоза, до 10 миллиграммов галлоперидола им назначают в сутки, так вот уж понятно, что когда кольт, я помню, в клинике академика Смулевича, так назначали и 40 миллиграммов галлоперидола, и 60 миллиграммов, то есть значительно превышающие максимальные суточные дозы, максимально допустимые суточные дозы. Что происходит? Конечно же, мы выходим за границы вот этой дозы, очень быстро ее преодолеваем, 65% заблокированных рецепторов, а именно эта граница говорит о том, что начинают проходить бред и галлюцинации, мы блокируем это количество рецепторов, и дофаминовая система успокаивается, но мы быстро влетаем совершенно в другие зоны, где начинается рост уровня пролактина, там заблокировано 72% дофаминовых рецепторов, заблокировано 78%, у нас начинаются экстрапирамидные расстройства, вот эта вот скованность, иной раз происходят и другие мышечные судороги, вот что очень больным обычно бывает страшно, что вот такое с ним происходит, почему у него начинают сокращаться там теленные мышцы, это ужасно для больного, хотя на самом деле, в общем-то, не опасный побочный эффект, но все равно на самом деле он, в общем-то, излишне и не нужен, то есть если дозу подбирать индивидуально, но это свойство, конечно же, нашей системы здравоохранения, тут уж ничего не поделаешь. Еще очень опасное следствие резкого такого повышения дозы и назначения двух нейролептиков сразу, это, конечно, воздействие нейролептиков на тонус сосудов, то есть нужно, проще говоря, мерить артериальное давление, а мерить артериальное давление у пациента, который находится в психозе, в общем, довольно сложно, и мало кто, в общем, к этому прибегает, а это делать надо, потому что блокируют эти препараты и норадреналиновые рецепторы, которые отвечают за тонус наших сосудов, и, соответственно, происходит снижение артериального давления, вот здесь некая градация нейролептиков по степени снижения артериального давления, вы видите на первом месте хлорпромазин, наш аминозин, известный аминозинушка, который тоже очень часто, вот в моё время галлоперидол, как правило, кололись с аминозином, соответственно, конечно, давление у пациентов резко очень падало, тут же и колзапин, вы видите, тут же и сертиндол, современные препараты, тут же и квитиопин, но всё это может приводить к снижению артериального давления, у кого это опасно? Ну, это мало опасно у человека, который здоров, который молод, который лежит на койке, но это опасно у больных с ишемической болезнью сердца, потому что снижение артериального давления приведёт к резкой снижению, приведёт к тому, что у него будет плохо кровоснабжаться сердце, возникнут приступы стонокардии, может возникнуть инфаркт миокарда, может возникнуть внезапная смерть, я специально такое исследование проводил, и на самом деле очень, и сейчас я покажу его результат, это очень и очень опасное дело, сколько больных от этого умирает. Ещё раз говорю, назначение двух антипсихотиков сразу. Что ещё может быть неприятного при назначении двух антипсихотиков сразу? Многие антипсихотики вызывают удлинение интервала КУТЭ, и добро, если это один препарат. Соответственно, один препарат это одно удлинение интервала КУТЭ. Что это такое? Это вообще-то эффект, который никак не связан с воздействием на дофаминовые нейроны, вообще дело идёт не о нейронах, это хинединоподобное действие нейролептиков, то есть они на самом деле являются ещё и антиаритмиками. Они блокируют ток натрия в клетку и удлиняют потенциал действия. И вот в результате удлиняется вот этот самый интервал КУТЭ, то есть интервал от начала зубца КУ, до окончания зубца ТЭ на ЭКГ. На самом деле удлиняется интервал КУТЭ не только от нейроны лептиков, но и от многих антидепрессантов. Иногда я поэтому прошу пациентов обязательно в порядке сделать электрокардиограмму, для того, чтобы понять, произошло это удлинение или нет. Само по себе это удлинение не опасно. Оно начинает быть опасным, когда у больного перед этим была не тахикардия, то есть не часто белосердце, а брадикардия была. Вот тогда начинается опасность. Ну и измеряется это, поскольку вот этот интервал КУТЭ зависит от частоты сокращений, то это на самом деле измеряется при помощи формулы Базета, которая даёт поправку на количество этих самых сокращений. И вот есть нормы, обратите внимание, интервал КУТЭ для мужчины меньше, приформированный меньше 430 миллисекунд, и женщины меньше 450 миллисекунд. Если идёт превышение, то начинаются опасности. Какие опасности? Опасность развития аритмии по типу ПИРОЭТА. Эта аритмия в 10% случаев переходит в фибрилляцию желудочков, а это, как правило, в условиях психиатрической больницы это верная смерть, потому что нет рядом кардиофибриллятора, нет реанимации. Мы, кстати, рассказывали об этом в нашем ролике, от чего умирают больные шизофрении. Пожалуйста, посмотрите. Вот это исследование Pfizer 0,54, удлинение интервала КУТЭ. От чего это исследование возникло? Ну, потому что препарат фирмы Pfizer увеличивал интервал КУТЭ. Их обязали сделать в обязательном порядке. Такое исследование. И обратите, пожалуйста, внимание, на первом месте наш такой любимый препарат теоридозин санопакса. Азипразидон. Он всего лишь на втором месте. И вот я, когда исследование делал по поводу длинения интервала КУТЭ, вот, смотрите, результаты назначения двух нейролептиков. Правда, это было по отношению к больным достаточно тяжелым, у которых уже был инфаркт миокарда. То есть, это были люди с заведомо с ишемической болезнью сердца и довольно тяжелой. Обратите внимание, здесь поименованы теоридозин, здесь именованы производные фенотиозин, то есть, проще говоря, аминозин, которые назначали, как правило, вместе с галлоперидолом. И вот из этих больных умирало большинство. То есть, потому что удлинялся интервал КУТЭ, потому что падало артериальное давление, потому что мог возникнуть повторный инфаркт миокарда. То есть, это очень и очень опасно. То есть, больных буквально лекарствами могут упороть. Вот. Такая ошибка. Очень часто встречается, во всяком случае, встречалась очень часто в наших лечебных учреждениях. Я думаю, что то же самое творится и сейчас. Почему творится то же самое сейчас? Ну, потому что вряд ли у нас кто-то будет больным подходить каждые 60 минут и вводить ему дробные дозы галлоперидола. Я думаю, что этого делать у нас никто не будет. Еще раз говорю, условия не таковы. И будут по-прежнему вводить максимальные дозы, а то и превышать максимально допустимые дозы. Как всегда, в конце нашей лекции я прошу вас, подписывайтесь на наш канал. Пожалуйста, где еще вы узнаете о том, какие ошибки бывают у врачей, когда они лечат психозы. Это на самом деле очень важно. Это касается очень-очень многих людей. И вы даже понимаете, поймете, мы будем продолжать эту тему, вы поймете причины этих ошибок. То есть, мы не просто рассказываем о ошибках, мы говорим о причинах, то есть, просто люди загружены. Конечно, я очень бы хотел, чтобы вы писали к нам комменты, ставили лайки, становились спонсорами нашего канала. Хотите отблагодарить нас за этот ролик? В его описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч.